Меня зовут Турсенбекова Айдай, и я у вас дочерь Турсенбекова Ченбаку Мечи. И сегодня мы представляем... Извините. Я обещала, что сегодня мы будем национальными, но это тяжело. Мы представляем родных тех, кто лет не потерял своих близких от коронавируса. Я прекрасно понимаю, что среди вас, наверное, есть люди, которые думают, прошло уже 4 месяца, может быть, вам хватит уже успокоиться? Действительно, мы своих родных уже не вернем, но мы не хотим, чтобы вы потеряли своих родных. Мы не хотим, чтобы вы прошли через тот ад, который прошли мы и проходим сейчас. Вы знаете, есть WhatsApp-группа, которая объединила людей, потерявших своих близких. Многие из них сейчас тяжелейшей депрессии. Они не видят смысла жить дальше, не требуется помощь психотерапевтов. Многие из них потеряли единственных кормильцев и сейчас на грани выживания. И всех нас интересует один вопрос. Почему наша страна оказалась не готова к пандемии? Почему не были готовы больницы? Почему не был готов персонал? Почему не было лекарств? А если они не появлялись, то продавались средорого. И таких вопросов почему очень много. Лично я хочу затронуть четыре важных момента, и мы требуем, чтобы внимательно вы нас выслушали. Во-первых, это обучение медперсонала. Мы считаем, что было достаточно времени подготовить врачей и медсестер. Но, к сожалению, это было сделано очень плохо. Если вообще было сделано. Протокол номер три. Он состоял из 137 страниц. Протокол номер четыре. Он состоял из 177 страниц. Мы уверены, что каждый врач действительно полностью прочитал и понял, и осознал, да, что там происходило, что там, да, рекомендовано. Вот мы не уверены, у нас на руках есть история болезни и посмертные эпикрисы. И вы знаете, каждый врач лечил по-своему, как умел, как мог. И очень часто не следуя рекомендациям протоколов лечения. Так почему бы мне подготовить отдельный документ, вырезки из протокола лечения, шпаргалку, чтобы наши врачи при необходимости могли обращаться к этой шпаргалке. Вы знаете, за все время пандемии ни один врач не обратился в морг и не узнавал результаты вскрытия патологоанатомов. Они не узнавали, почему их пациенты умирали, что было сделано не так. Я очень надеюсь, что сегодня хотя бы кто-то это сделал с врачей. Хотя я не уверена. Почему мы не можем взять опыт Российской Федерации, где там каждый врач обучает 36 часов, а потом требует прохождение теста и получение сертификата. Для получения доступа к работе с больными, с коронавирусом. Если врач не проходит тестирование, то его снова отправляют на обучение. Почему нам не принять этот опыт? Вы знаете, я недавно разговаривала с несколькими врачами. И они честно не признались, что да, правительство закупило новые аппараты ВОО, но никто их не обучил, как с ними работать. Вы представляете катастрофу такое признание? Что будет с теми больными, которые попадают под этот ИВЛ к этим врачам, которые абсолютно не знают, что делать с этим аппаратом? Во-вторых, это лекарства. Мы все прекрасно знаем, что летных просто не было. Я очень надеюсь, вот сейчас здесь рапортует, что да, закупили, там достаточное количество и хватит нам сполна. Я надеюсь, вы действительно уверены, что этих лекарств хватит. Мы также требуем, чтобы был жесткий контроль цен на них. Лекарственные препараты у нас, они не облагаются НДС. То есть фармацевтические компании, у них льготные налогообложения. Так почему лекарства в Кыргызстане стоят дороже, чем даже в Европе? Я приведу личный пример. У меня был целый список лекарств, которые я должна была прикупить для своего папы. Среди них был максимум, который я купила за 16 тысяч сон. То есть одна ампула стоила 1600, один флакон, извините. Когда своя цена 700 сон. Это я покупала в аптеке. Хорошо, наша семья может позволить себе приобрести одно лекарство из этого списка за 16 тысяч сон. А что делать другим людям, у которых зарплата 10-12 тысяч сон в месяц? Смотреть, как умирает их больные, потому что они не могут позволить себе купить эти лекарства? Почему наше правительство позволило фармкомпаниям наживаться на горе своих граждан? Я приведу пример Роза, которая обменяла свою машину на 2 ампулы лекарства. Я приведу пример своего брата, который недавно продал свою машину недорогую. Один парень, 19 лет, который с радостью признался, говорит, да, я во время пандемии, сделал хорошие бабки на продажах маск и СИЗ. Вот что происходило и происходит. В-третьих, в красных зонах не было узкопрофильных врачей, не было кардиологов, иммунологов, инфекционистов, не было пульмонологов. Мы требуем, и мы считаем, что в каждой красной зоне больницы должны быть укомплектованы врачи. Я хочу снова привести пример, свой личный. Мой отец лежал под аппаратом ИВЛ 7 суток. На 3 или 4 сутки мы обязаны были провести трахистомию. Вы знаете, нам просто вручили телефон какого-то врача и сказали, вот он где-то в частной клинике работает, вы его найдите и уговорите, чтобы он сделал эту операцию. Получается, в целом национальном госпитале, который считается лицом здравоохранения страны, нет такого специалиста? Серьезно? И в последних, я считаю самое важное, мы здесь требуем, чтобы понесли ответственность те руководители, которые отвечали за подготовку страны к пандемии. Учитывая все это время с марта, когда мы сидели на карантине, у них было время, у них были финансовые ресурсы, ведь мы получили финансовую помощь на борьбу с COVID. Но они должны были подготовить больницы, они должны были подготовить медперсонал, они должны были закупить лекарства, тесты, медоборудование, организовать КТ в каждой государственной больнице. Они должны были полностью оснастить скорую. Фактически ничего этого сделано не было. И вы знаете, пока чиновники наши не поймут, что будут нести персонально ответственность за свои действия или бездействие, в нашей стране ничего не изменится. И поверьте, завтра повторится то же самое, абсолютно, что было летом. И тогда будем плакать не только мы, но и все вы. Спасибо.